Так, значит, зонтик, либо палатка. А есть вариант Леонардо Ди Каприо? Очень-очень хороший вариант будет. Где морда Леонардо Ди Каприо? Без него тут никуда, я насколько знаю. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я хотел бы, чтобы вы сейчас прослушали вот это вот. По-моему, на мой скромный взгляд, это самый эпичный крик о помощи, который я когда-либо слышал. В общем, эта игра Save the Girl, она довольно популярна сейчас на мобильных телефонах, ну, на андроидах, в частности, не знаю, iOS я не смотрел. В общем-то, лежит, сидит, то есть, господи, что это? Сидит у нас, значит, вот эта вот, вот эта вот ёлочка со связанными руками, и нам нужно, я так понимаю, выбирать какие-то варианты того, как ей, в общем-то, выйти из этого щекотливого положения. Давайте ножницами попробуем обрезать. Хочешь, мы тебе обрежем что-нибудь? Вот мы тебе обрезаем. Смотрите, правильно, да? Так, а если бы я выбрал, получается... О, боже. А если бы я, получается, выбрал... Надо поднять немного повыше. Зажигалку было бы что-то не то, да? Я что-то не могу даже вот пропустить это никак. А, вот всё. Так, вот всё, получилось. Блин, это что, после каждого уровня будет, да? Вот такая срань. Я так понимаю, да? Ну ладно, хорошо. Ты спас девочку и получил 50 монет. Можно получить 200 за просмотр чего-то, но я не знаю, нафиг он не знаю. Выпустите меня. Как мне открыть эту дверь? Ну... Давай попробуем топором. Может, ты ещё при этом скажешь... Here's Johnny! Знаешь, как Джек Николсон. Будет неплохо. Слушайте, я неплохо так угадываю, на самом деле. Я, на самом деле, неплохо так угадываю. Да, и как я вот и думал. Как я и думал, сразу после каждого... Я вот этого вот бухого мужика вот на острове видел уже раз 50 в разных играх, если честно. Поехали дальше. Ладно, поехали, не отвлекаемся. Ну и дыра тут в полу. Как мне через неё перебраться? Ну ща... Ой, чё я делаю-то? Я начал как в брейнауте. По привычке пытаться взаимодействовать со всяким говном, типа с пауком и так далее. Тут либо доска, либо получается ведром. Да, ведро для интереса. Я не знаю, чё ведро сделать. Цементом заливаем, да, и проходим. Да я всё время угадываю, я понять не могу. Я же могу проиграть в этой игре, правильно? Или, может быть, это невозможно ни хрена. Хорош тут своими кулачишками надрачивать, мужичок. Давай там это самое как-нибудь... Как-нибудь без меня разбирайтесь с этим говном. Да как убрать-то? Всё, так. You saved the girl. Вот подарочек получить. Теперь у нас есть вот такой замечательный прикид. На кой хер он мне сдался, я не знаю, но вот зачем-то я его получил. Это похититель. Мне нужно скрыть. Вот какие они похитители, ребята, оказывается. Нам во всех вот криминальных драмах и боевиках, когда кто-то кого-то похищал и выглядел там, я не знаю, как суровый мужик с бородой, например. Нам врали. На самом деле все похитители выглядят вот так. Они безумные глаза, значит, у них. У них два вот таких замечательных зуба. В башке торчит елдак. А ещё они единорог. Вот кто не знал, это всё именно так и есть. Давай мы вырубим телевизор, посмотрим, что будет. О, наконец... Боже, не можешь... Нифига, я первый раз проиграл. Я знаю, сейчас он что... Он что, обосрался что ли сейчас с той у стены или что? Мы что сейчас наблюдали? Мы что сейчас такое наблюдали? Вот это... Вот это замечательная реклама была. Нажми 4, чтобы начать. Да нажал я вот. Это похититель. Мне нужно скрыться. Ну тут как бы уже всё понятно, да? Уже прекрасно ясно, чем будем заниматься. Давай вот коробку и... Ха-ха-ха, какой даун! Мне удалось очень-очень... Льёт, как из ведра! Льёт, как из ведра! Я не понимаю, этот похититель что? Каждый день на ходячие коробки смотрит. Почему это была нормальная реакция? Почему ему это казалось адекватным? Почему он ничего не сделал? Он же туп... Ну ладно, это единороги. Единороги они... Ну, видимо, единороги они тупые, кто не знает. Давайте поиграем в Little Nightmares, я предлагаю. Да, смотрите, ребята. Little Nightmares, ребята, решает. Так, полицейский лапает женщину за сраку. Начало прекрасное. Начало, я считаю, прекрасное. Уже... Уже очень хочется поиграть в эту игру, но мы как-нибудь... Может быть потом, а может быть и нет. Так, давай. Party Masters. Что-то знакомое я, кстати, как будто бы когда-то где-то слышал или видел. Так, ну ладно, давай далее. Поехали, поехали далее. Так, что ещё... Давай ещё... Помогите! А, я думал, это единорог там плачет с другими странами. Ну, мне очень нравятся звуки, которые издают эта прекрасная миссис. Они такие... Или мисс, я не знаю. Скорее всего... Судя по этому лицу, скорее всего, миссис. Потому что кому такая... Кому вот это нужно в качестве миссис, я не очень понимаю. Ну-ка, давайте, наверное, попробуем подпереть диваном. А ты чё из жопы его вытащила? Я понять не могу. Ты чё, ты откуда его достала? С какой перди высрался этот диван? Не понимаю. Он просто материализовался. Ну, просто... Просто ходит вот женщина. Мы ей новый скин придумали. И у неё в лифчике всегда запасной диван валяется, наверное. Я не понимаю. Так. Фонарь, например. Так. А, страшней собака! Блин. Ну, серьёзно. Я думал, что говорящая курочка нам обязательно поможет. Значит, продолжим. А, это я заплатил 200 монет за то, чтобы прям с этого момента... А я думал, игра сейчас ещё вообще с самого-самого начала начнётся. Эта игра очень удовлетворяющая. Ну, это... Вафельки. Вафельки и сладкий шоколадный крем. В туфрукты ещё пошли. Ой, слушайте. Мне кажется, надо как-то сыграть в эту игру. Это специально для меня как будто сделают. Так. Ну, давай мясо ему дадим. Это тоже логично, да. Куда пошёл? А чё, когда собаке даёшь мясо, она должна куда-то уйти? Я думал, он остановится, будет жрать. Так. Давай, далее. Поехали. Сейчас ещё будет реклама. Ещё реклама сейчас будет. А корабль, на этот раз. Симулятор какого-то Титаника. А, нет. Ты как на корабле-то оказалась? Чё тебя пидорит? О, Hello Neighbor, смотрите. Прям как оттуда. Да, вентилятор. Задуй дым. Ой, как нехорошо получается. Мы умрём, по-моему, сейчас. Мы немножко умерли. Всё, это... Немножко сдохли, да. Как тебе только удаётся постоянно находить приключения на свою жопу? Только что тебя спасали, теперь она на какое-то судно сраное пробралась. Давай, полотенчиком. Полотенчиком давай это сделаем. Так, вот у нас получилось. Теперь либо фонарь, либо спички. Ну, тут можно гадать, но я предлагаю, наверное... Спички давайте возьмём. Ой, ну ты дура, господи. Ну ты чё, не можешь спичку удержать? Ну ты что, спичку не можешь удержать? Ну овца ты, Галимы. Нет, не надо. Давай, мы заново сейчас начнём. Мы сейчас... Какая замечательная игра, походу. А зачем что-то менять? По-моему, было просто прекрасно. Вы посмотрите на этого импажантного мачумена. Зачем... Что ты его тогда исправляешь там пытаешься? Замечательно, что всё было. Да замечательно, что всё было. Да куда там? Самая смешная игра вообще. Самая смешная реклама, которую я говорил. Я не знаю, что он там наисправлял. О, господи, боль. О, боже. О, боже. Так, ладно, поехали ещё раз давайте. Давайте ещё раз поехали. Значит, смотрите. У нас первонаперво... Значит, мы начинаем... У нас первонаперво что? Полотенце. Полотенце и фонарь. Полотенце, фонарь, да. И потом после этого что? После полотенца и фонарь. Я подозреваю, что после полотенца и фонарь нужно использовать мозг. Нужно использовать мозг, вставить его себе в голову, и тогда мы не будем попадать в такие неприятности. Как мне выбрать ше? Например Да нифига себе Ну там был второй вариант, этот джетпак И я сразу понял, что если джекпак будет То она все, она Скорее всего сдохнет, это далеко не Карл Джонсон Она не вынесет джетпак Понимаете? Открыть новый скин Да мне в принципе, я не знаю зачем мне новый скин Меня этот вполне устраивает Рекламу только лишний раз смотреть Давай далее, поехали, далее, далее, поехали Эй, дождь такой холодный Так холодно А ты что думал, у тебя тут будет дождь с подогревом или что? Нет, извини, это суровая природа, детка Тут всем насрать на твои предпочтения А что это у меня так мигает Камера странная Очень странно камера мигает Ну да ладно, пофигу Так, значит, зонтик либо палатка Ну я не знаю, палатку разбивать А есть вариант Леонардо Ди Каприо? Очень-очень хороший вариант будет Где морда Леонардо Ди Каприо? Где морда Леонардо Ди Каприо? Объясните мне Он без него тут никуда, я насколько знаю Насколько я понимаю, без него тут А палатка, она типа защитит от молнии, да? Такой, этот самый Зевс такой посмотрит О, ну если она в палатке, то да-да-да, я не могу ничего делать Давай еще раз пробовать Давай еще раз Пик ми ап Вот это, кстати, правильно в ее ситуации Ей надо, чтобы кто-то Пик, пик херап Пик херап надо, чтобы кто-то Ди Каприо желательно, мне кажется Так холодно Давай палатку ставим Окей Вот же повезло Палатка Да, то диван из жопы вылезает То палатка Вот же повезло с такой сракой жить по жизни, да? Деньги еще бы оттуда высыпались Было бы вообще идеально Рыбка теперь нужна Теперь нам нужна рыбка Рыбка У нас есть О, вот это интересный вариант, я считаю Ну да, логично Удочку Какой дурак будет использовать удочку ради этого? Это было вкусно О, нет, это акула Кто-то сказал, что это акула? Может быть, это Стивен Спилберг плавает с плавником Снимает новую часть щелюсти Так, ну давай Например Блин, опять что ли мясо? Я так понимаю, в любой непонятной ситуации выбирай мясо Мясо это решение всех проблем, да? Это так тут работает? Не-не-не, не надо Роксан Не надо Роксан Не надо никакой Роксан Все, заткнись Заткнись, мудень Так, все, давайте еще раз, поехали Нажми 7, чтобы начать Это дождь такой холодный Давай, сейчас будем смотреть Что я там выбирал? Я там выбирал, например Палатка, да? Палатка Это я, наверное, точно понимаю Вот же повезло Действительно Вот бы так героине Титаника повезло Может, ДиКаприо бы не пришлось подыхать Потом рыбка Мы, значит, берем трезубец С трезубцем в рыбку Рыбку в глотку Ну, а глотку, соответственно, в акулу Да, и себя Себя вместе с глоткой тоже в акулу, наверное Потому что я не понимаю Как мы должны от нее спастись Ну, это, короче, идет игра Вот эта, рафт Есть же такая игра, да? Давай-ка, оп! Остров! Слушайте, мне прямо нравится, вы знаете Я не совсем понял Вот период начала игры И потом попадания на корабль Но сейчас все идет по такому, знаете Сплошному сюжетику Достаточно интересному И это прямо увлекательно Ты прямо играешь И тебе интересно А куда же дальше Занесет эту бабень? Да? Вот сейчас мы уже Начинаем После Титаника Мы начинаем играть В Тома Хэнкса Судя по всему Где-то тут надо Я знаю Первое правило Вживания на необитаемом острове Нужно искать волейбольный мяч Причем желательно Торговой марки Уилсон Кстати, если кто не в курсе Это сцена В фильме Изгой С Томом Хэнксом Когда он кричит Уилсон! Уилсон! I'm sorry! Уилсон Это, по сути, реклама Потому что Уилсон Это торговый бренд Американский Спорт товаров Одна из самых трогательных И потрясающе снятых реклам За всю историю Существования телевидения Наверное Да, это Продакт плейсмент был Если кто не знал Вот так Вот в таком вот мире мы живем Ну ладно Давайте на этом будем заканчивать В общем-то Вот такая вот игра Мы продолжим в это играть Безусловно Если вы захотите Если вам понравится Поэтому обязательно Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии В случае, если хотите продолжения Жмите колокольчик Жмите поделиться Рассказывайте друзьям Вступайте в группу ВК Ссылка внизу в описании И всем счастливо Всем удачи Всем пока